Всем привет! Согласитесь, что динамичное видео всегда смотрится интереснее, чем статичное. Но как снять динамику, если это подразумевает под собой движение не только объекта в кадре, но и самой камеры? Ведь трясущееся видео трудно смотреть, невозможно сосредоточиться, да и вообще, если честно, тряска раздражает. Об этом мы сегодня и поговорим. Я разделю ролик на две части. Первая, как снять материал без тряски. И вторая, что делать с уже отснятым видеоматериалом, где изображение трусится. Начну с самого простого. В некоторых фотокамерах и объективах есть функция стабилизации. Это здорово облегчает съемки с рук. Но скажу вам по секрету, что эта функция не сильно спасает при активных движениях, например, при беге. Стабилизация помогает достичь плавного изображения, только если вы сами плавно двигаетесь. Даже если в вашей фотокамере есть функция стабилизации, советую вам использовать ремешок, который идет в комплекте. Так у вас будет опора, которая поможет снять плавное движение. Профессиональные видеооператоры не снимают кадры в движении без стедикама. Стедикам – это система, позволяющая вести плавную съемку. В итоге картинка получается ровная, без рывков и дерганий. Ютуб заполнен роликами о том, как сделать стедикам своими руками. Также при съемках с рук и используют плечевой упор, или другими словами – рик. Это специальная установка, которая предназначена для съемки подвижных сцен. Минимизирует дрожание камеры и обеспечивает устойчивую картинку. При этом рик уменьшает нагрузку на руки видеооператора. При съемках широкомасштабных фильмов, помимо вышеперечисленных снаряжений, используют специальные краны, подвесы и даже роботов. Ведь зритель не простит оператору дерганых кадров. Самый бюджетный вариант снять динамичное и при этом плавное видео – это использовать полотенце. Или любую другую ткань, на которую можно установить камеру и медленно двигать ее по плоской поверхности. Видео получается без скачков. Ну а теперь давайте разбираться, что делать с уже отснятым дерганым материалом. В видеомонтажной программе Adobe Premiere есть специальный стабилизатор. В принципе, отлично работает с видео. Но если у вас чересчур активные действия, то может не справиться. И в итоге получится желе. Небольшой лайфхак. Не забывайте регулировать силу стабилизации. Это поможет избежать того самого желе. Подытожу. Стабилизация избавит от снятых материалов нежелательных трясок и скачков. Особенно, если видео записывалось во время ходьбы или при движении в транспорте. А на этом у меня все. Я желаю вам плавных кадров и отличных съемок. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok